Я отвечаю за то, как выглядит российский, на русском языке, страница «Врачи без границ», в общем, как выглядит сайт, как выглядят страницы «Врачи без границ» в соцсетях. Я в двух словах расскажу про нашу врачу. Врачи без границ возникли в 1971 году. Их создала группа врачей и генералистов, которые оказались в Африке, в посложнического отзыва, в пиафре. И они оказались в ситуации, когда увидели, что в том месте, где они работают, где они оказывают бюджетскую помощь, происходит фактически искусственно организованный голод. И они работали с другой гуманитарной организацией, и они просто по условиям контракта, которые они подписали, не имели возможности об этом все слышно говорить. Они решили создать организацию, в которой не будет таких ограничений, и которая в случае острой необходимости сможет об этом говорить. Вот примерно это очень в общих чертах история возникновения «Врачи без границ». И то, чем наша организация отличается от многих других, мы говорим часто о тех ситуациях, которые происходят, если мы понимаем, что ситуация может изменить. Мы независимая, некоммерческая, медицинская мобилитарная организация, мы не занимаемся правозащитной деятельностью, мы лечим людей. И это наша основная задача. Работаем более чем с медицинскими странами, как тут написано, мы все это читали, слайдом на руси. Мы, когда вы регистрировались, кто-то писал вопросы свои и мне их передали частично. Я регистрировалась позднее, видимо, этих вопросов здесь не будет, но мы в процессе попробуем ответить хотя бы на часть. Я так думаю, что поскольку это у нас МИДАП и мы в России, в смысле коммуникаций таких открытых, работаем недавно, то есть в «Рочные страницы» много работали во время конфликта на Северном Кавказе, и работали в Чечне, и на Бонюшете, и в других республиках, но сейчас мы стараемся больше выступать, больше рассказывать по-русски о том, что мы делаем, и пусть активнее в этой сфере. Но пока у нас, ну, не то чтобы мы, вот я могла сказать, вот я тут буду, я вас сейчас буду чему-то учить, но я пока, я не уверена, что я могу кого-то чему-то научить, поэтому давайте это будет какой-то диалог со возможностью. Вы в процессе, если есть какие-то вопросы, вы спрашиваете, пожалуйста, в процессе. Я постараюсь сделать так, чтобы мы далеко уже на это дело не ушли, и чтобы это не растянулось всего на два часа. Если вопрос будет какой-то длинный, то мы его, например, где-то запишем, и потом я попадаюсь на него ответить. Поэтому вы, пожалуйста, в процессе спрашивайте, или, ну, там, уточняйте несколько, что ли, да? Будет интересно. Значит, какие у нас были вопросы, я их разделила на четыре группы. Первая – это собственно про контент. Собственно про контент. Это лучше, наверное? Ура! Потому что жарко, и сейчас иначе все вообще заснет. Значит, собственно про контент. Мы попробуем поговорить о том, как мы позиционируем себя, как мы создаем контент, и как вообще создавать собственный контент. Как преподнести тяжелую тему. Ну, легко-то преподнести тяжелую тему мы не пытаемся, но как мы это делаем, я расскажу. И вот был вопрос, который немножко меня в тупик поставил, но, в принципе, я пытаюсь сказать о том, как я его поняла, как подать информацию, ведущую мнение прав человека. Значит, следующий слот вопросов – это упаковка контента и как мы русифицируем наш контент. И мы, в общем, его не только переводим, мы его пытаемся как-то адаптировать. Об этом я так же скажу, друг Слава. Значит, было много вопросов про видеоконтент. Я сразу скажу, что я не специалист в этой сфере. Я не видеоредактор. Я расскажу, какие очень простые инструменты использую я. Может быть, кому-то это пригодится. Значит, работа с контентом в социальных сетях – это просто очень отдельная тема. И я боюсь, что в 40 минут мы совсем не уложимся. В двух словах я тоже об этом расскажу. Ну, в общем, поехали. Значит, у нас с вами 30 или 40 минут, я так понимаю, да? Для того, чтобы нам не умереть и это не превратилось в два часа, давайте выберем тайм-кипера, который будет, например, каждые 10 минут, нам говорят, что 10 минут прошли. И за минут 5 до конца нашего 40-минутного разговора нам скажут, что пора закругляться и приходить типа к вопросам более длинно. Я, кажется, вижу одного тайм-кипера. Это мой коллега Петр, который наш переводчик. Спасибо. Значит, 10 минут пошли. Что такое позиционирование гуманитарного бренда для врачей без границ? Понятно, что сейчас этот вопрос как бы не очень стоит. Потому что когда врачи без границ возникали в 70-х, все было вообще по-другому. И сейчас у организации уже есть репутация и уже есть определенные правила, которые сложились частично естественным путем. Но, в принципе, возникла организация вот так. Вот эта вот цитата из одного из основателей организации, первого ее президента, и долгое время он был президентом Бернара Кушнера. Вот так вот возникала наша организация. И изначально про позиционирование никто не думал. Это было после событий 68-го года в Париже. Это были по большинству довольно молодые люди, которые были очень воодушевлены, очень левые. И они хотели ехать и помогать. Им было абсолютно все равно, что такое бренд. И вообще им это все было неинтересно. Они для себя просто определили некоторые принципы, которым они будут следовать. Независимость, нейтральность и беспристрастность. Что они будут оказывать медицинскую помощь вне зависимости от расы, вероисповедания, национальности. Они будут оказывать медицинскую помощь тем, кто в них больше всего нуждается, не принимая сторон конфликтов и, по возможности, не позволяя эмоциям вмешиваться в этот процесс. То есть они будут лечить тех пациентов, которые находятся в более критической ситуации. И если, условно говоря, в более критической ситуации находятся. То есть, в принципе, если человек пришел на территорию больницы МСФ без оружия, он наш центр. Или его принесли. Значит, как складываются эти пациенты организации? Ну, вот в 1999 году Джеймс Арбинский, президент МСФ, в своей речи Нобелевской, когда получал Нобелевскую премию, он вот сказал такие слова, я не знаю, видно их или нет. Это как раз история о свидетельствовании. О том, что врачи без границ, если они видят, что ситуация критическая, ее можно изменить, они об этом говорят. И это, конечно, влияет на то, как организация воспринимается и на то, что сейчас называется словом, наверное, бренд. Он уже сложился определенным образом. Организация переживала много разных периодов. И от такого стихийного и очень воодушевленного событиями 1968 года в Париже подхода. Она перешла к более профессиональному. Организация работает с рекламными агентствами. Есть логотип, который был серьезный подход к его выбору. Есть определенные правила, есть брендбуки, есть правила того, как формируются наши тексты, есть правила, как работают сотрудники, наши коммуникационные сотрудники, как они сверяют тексты. Это все влияет, конечно, на позиционирование нашего гуманитарного бренда, потому что наше слово становится весомым, потому что мы стараемся не тратить эти слова впустую. И мы не боимся изменений. Если мы видим, что что-то не работает, таких примеров в истории нашей организации было много. Если мы видим, что что-то не работает или что-то устарело, или появились какие-то новые средства, ну, например, вот те самые диджитал-платформы, мы, безусловно, идем туда и стараемся там применять весь этот накопленный опыт и не повредить наши депутации. Я не знаю, я ответила на вопрос. Если есть кто-то, кто его задавал случайно вдруг, или если есть какие-то вопросы про это, это какие-то общие слова нет, тогда поехали дальше. Значит, вопрос, как создавать свой контент, это, видимо, то, что интересно. Значит, у нас ситуация такая. Организация работает в 70 странах, в более чем в 70 странах. Это число постоянно меняется, потому что где-то закрываются проекты, где-то открываются новые. мы не заигрываем с нашей аудитории. Мы рассказываем, как есть, и рассказываем довольно, ну, что приходит довольно жестко и не всегда очень весело. То есть мы, например, не используем мемы в соцсетях никогда, потому что мы рассказываем про человеческие страдания, и мы это никак не маскируем. Значит, у нас есть определенные правила для сотрудников, как они создают контент. Вот, предположим, у нас текст. Ну, в принципе, текст — это любой текст, любое видео, любая картинка с текстом в соцсетях — это все равно так или иначе текст. Значит, прежде всего надо понять, какое будет направление коммуникации. То есть, что мы, например, хотим… Направление и цель. Что мы хотим заявить максимально… Так, давайте мы сделаем так. Просто я чувствую, что всем уже как-то тяжело, нет? Нормально? Нормально? Ну, вы-то в окна сидите, вам нормально. Главное, мы выключим, просто сравним. Да, может быть, мы что-то сделаем просто, чтобы… Попробуем, по крайней мере. Давайте. Честно. Да. Значит, мы… Как мы создаем этот текст? Мы определяемся, прежде всего, с тем, как… что мы хотим сказать, и какая цель нашей коммуникации, и какая будет, например, тональность. Вот, например, мы хотим сделать заявление. Заявление наше направлено, например, не на широкую аудиторию, а… Я просто сразу беру максимально абстрактный пример, да? А, например, мы хотим сказать правительству какого-то государства, что, как бы, у него на территории этого государства происходит… Сложности наблюдаются у населения с доступом к медицинской помощи, и мы бы очень хотели там работать, но не можем, потому что нас туда не пускают. Это, это самое правительство. Мы хотим обратиться к нему. Предварительно, естественно, уже были предприняты какие-то шаги, но, как бы, не получается. И мы хотим выступить с этим заявлением публично. Значит, цель нашей коммуникации довольно ясна. Это, как бы, власть этого государства. Это открытая коммуникация. Соответственно, этот повод у нас понятный, да? Как бы, если это речь идет о каком-то кризисе с доступом к медицинской помощи, то мы должны об этом заявить. Дальше мы выбираем формат. Ну, в данном случае это, наверное, будет пресс-релиз, да? Который мы будем максимально стараться разослать в СМИ. А если, например, мы хотим рассказать максимальному числу людей, что мировые корпорации завышают цены на вакцины против пневмонии, и на них надо как-то повлиять, чтобы они эти цены, по крайней мере, для гуманитарных организаций снизили, то мы будем, например, наверное, делать видео, потому что пресс-релиз здесь не сработает. Мы будем делать видео, мы будем делать вирусную кампанию в соцсетях, и мы будем стараться там отмечать в этих постах каких-то официальных лиц, у которых есть страницы в этих соцсетях, и которые имеют к этому какое-то отношение для того, чтобы они это увидели. И заодно рассказывать как можно более широкой аудитории о том, что такая проблема есть, и такая проблема... Очень большая часть нашей аудитории живет, например, в европейских странах. И они могут, например, про это просто не знать, а мы им как-то про это заодно и расскажем. И, может быть, они как-то повлияют на ситуацию, по-моему, по крайней мере. Но каждый раз это зависит от цели, то есть что мы выбираем, что это будет текст, статья, интервью, или это будет видео, или это будет инфографика, или это будет все вместе, например. Ну и, естественно, от этого зависят способы продвижения, как я сказала, например, на соцсети или что-то другое. Естественно, сейчас, ну это понятно, это я не маркетолог, но это сейчас понятно, уже очевидно, что успешная коммуникация – это коммуникация human to human. то есть мы стараемся всегда, даже если это пресс-релиз, чтобы там было максимальное количество, максимально много каких-то интервью, каких-то именно высказываний либо наших сотрудников, либо пациентов. Ну, максимально, чтобы это был, ну, человеческий подход. Идеально, конечно, когда это вообще интервью. У нас вот самый успешный наш… Так, 10 минут, отлично. Самый успешный наш за последнее время, вот, и не только у нас, пост на соцсетях – это было видео беженки, женщины Рахинджа, которая бежала из Мьяны в Бангладеш. И сколько мы писали о том, что там катастрофа. И МСФ про это говорил давно, еще до того, вот, как случился последний кризис. МСФ про это все время говорит. Но никто же не слушает, потому что… Ну, это же не в Европе происходит. Кого волнует? Что происходит? Где-то там, в Мьяны. Ну, не очень волнует, правда. И вот самый успешный, один из самых успешных – это было видео-интервью девушки Рахинджа, которая рассказывала… Она оказалась в Бангладеш, ей повезло. И она рассказывала, по-моему, минуты полторы, что с ней происходило в Мьяны. Очень сухо. Один раз она заплакала, когда она вспоминала, как ее ребенка убили. И это было успешное видео. Потому что нам надо было, чтобы люди наконец услышали, что что-то происходит не то. Они, в принципе, уже и так услышаны, но они всего масштаба. И вот только так, только через личную историю люди могут это понять. И это… Ну, как бы я понимаю, что просто МСФ, конечно, это международная организация, у нее куча возможностей, и я поэтому… То есть у нас есть возможность делать ошибки, потому что это уже очень крупная организация, у нее есть просто ресурсы для этого. Но, как бы, вот это то, что проверено нашим опытом. Это работает. Но, в принципе, российские НКО очень многие же делают так же, и это очень круто выглядит, действительно. Но это реально… Вот у нас есть возможность пробовать разные пути. Это самый, в общем, работающий подход. Значит, формат, понятно, выбирается в зависимости от аудитории. Ну, молодежь или это аудитория, или это вот власти какого-то государства. Я, например, это я уже сказала. Значит, истории от первого лица могут быть разными. То есть если, например, у нас есть ограничения, например, люди не хотят, чтобы их фотографировали в силу религиозных своих убеждений. Мы заменяем фото, например, или видео рисунками, рисованными мультиками. Ну, то есть можно пробовать по-разному. Темы мы… мы не выбираем легкие темы, мы не стараемся быть такими… очень такими вот… позитивными. Мы говорим действительно о травматичных историях. Это врачи, мы лечим людей, люди страдают, и мы говорим про это именно так. В общем, наверное, МСФ это может себе позволить. Просто уже, опять же, в силу репутации, в силу того, что бренд уже позиционирует гуманитарно. Но в целом мы… ну, не надо думать о людях хуже, чем они есть. Они… они это понимают. Они… их это не отпугивает. Если это не занудно, если это не слишком длинно, я уже чувствую, что поехали дальше. А, вот важный момент. Факты надо проверять. Потому что, если там один или два раза факты не проверены, то доверие утрачивается, и здесь уже, в общем… ну, сложно его восстановить. Есть ли какие-то вопросы? Или я говорю очевидные вещи? Может быть, хочется чего-то более специфичного и более, как бы… да. Маленький вопрос. Как Вы оцениваете успешность? В смысле, когда… Критерии эффективности. Вот Вы говорите, вот видео, оно было успешным, и вот такой контент он работает. Как Вы это… какие Ваши критерии оценки успеха и эффективности? Этот вопрос я тоже видела, да. Значит, какие наши критерии? Ну, я не маркетолог. Ну, как бы… Вроде как в гуру современной маркетинга говорят, что от макроконверсии мы все идем к микроконверсии. И если раньше успешность… ну, грубо говоря, для энтерпрайза это была, там, покупка, или для нас, ну, для гуманитарного, ну, для никого это были, как бы, донейшн, да, то сейчас, даже если человек просто перешел, ну, просто настолько конкурентная ситуация, и как бы мы настолько конкурируем за внимание людей, потому что очень много отвлекающих фактов, что если человек даже просто перешел, если человек увидел, если человек посмотрел, если уж перешел на сайт, это вообще суперпрекрасно. Естественно, мы оцениваем так. То есть это видео было в соцсетях, и мы знаем, и оно у нас было, ну, у нас как бы страница довольно молодая, и у нас еще пока не очень много подписчиков на русскоязычной странице, но там был очень, ну, для нас высокий показатель органического рича, охвата. Вот. Там был высокий показатель, и мы видели, что, и люди смотрели видео, то есть там, как бы, длительность просмотра была. То есть мы понимаем, что это успешно. Мы понимаем, что люди, ну, они, по крайней мере, узнали об этом, они их это задело. Вот здесь мы это оцениваем так. В принципе, это настолько все, ну, как бы, это объективные тенденции, да, скоро мы вообще не сможем коммуницировать, мы не сможем, как бы, скоро, как мы привыкли, там, вот, рассылка, и мы, там, и вот, мы, типа, достучались до нашей аудитории, и вот мы достигли, дотянулись до них до соцсетей, и они к нам пришли и перевели нам деньги. Скоро они будут выбирать, у них будет некий такой, не знаю, CRM, и они будут смотреть так, кому я хочу отдать деньги, вот, кому я хочу помочь. И наша задача сейчас нас всех, да, как бы, мы комплируем за внимание этих людей и за вот эту вот, за вот эту вот строчечку в этом, ну, их когда-нибудь в будущем CRM, условно, да. Ну, как бы, ну, так это выглядит сейчас, насколько я понимаю, я ответила, ну, очень. Вот, ну, как... А ты можешь попробовать тоже сориентироваться? Может поднять руки те, кто, например, представляет международные организации, типа, вот, красный грейд, что-нибудь, вот. Ну, если ты можешь представить, что за граница? Красный. Мне зовут Виктория, прошу, мне очень приятно. Ага. Красный грейд, да, да. А это моя самая коллега Мария, про которую я вам говорила, которая очень давно работала на врачах без границ, и ездила в миссию, и, ну, и она очень много знает, и, как бы, потом, может быть, я просто как раз хочу оставить вот эти самые 10 минут, может быть, она нам что-нибудь расскажет, просто интересно. Ага. Кто представляет московскую организацию, но работает в разных городах России, например, в разных странах? Ага. То есть вот одна, какая-то сетевая вещь, да? А вы с какой-то сетей работаете? Мы работаем с сетей по стране, у нас 30 делений, мы работаем на 2 публика. Ага. 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 Спасибо. Спасибо. Ага. 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 Сейчас я еще про соблюдение прав человека расскажу. Вот те самые права человека, видимо, про которые спрашивали. Ну, для нас на первом месте всегда пациент. Мы стараемся не показывать людей, ну, то есть мы стараемся показывать людей, уважая человеческое достоинство. Если происходит какая-то страшная бомбардировка, да. И можно снять очень трудое видео, которое разойдется просто вирусно. И наши коммуникаторы там есть, этого не будет. От нас этого не будет, потому что это люди. И никакие лайки не стоят этого, ну, как бы, один из наших принципов, это соблюдение человеческого достоинства, да, это наша цель. Мы ставим эту цель, мы, например, в лагерях беженцев туалеты все время, вот мы про это пишем постоянно. Мы все время там туалеты организуем. Почему? Потому что это один из способов, которым можно это человеческое достоинство как-то защитить, да. Люди должны иметь нормальные бытовые удобства. И это касается всего. Вот. Ну и, собственно, вот. Ну и, естественно, мы все-таки согласие спрашиваем пациентов. И устно, и потом письменно, чтобы как-то, в общем, они точно осознали, что они подписываются, что их фото увидят. Ну вот, вот это все. Я думаю, что про это был вопрос. Я не очень, честно говоря, уверена, но надеюсь, что... Значит, как мы упаковываем наш контент? Мы стараемся делать это максимально, деля его, ну вот просто уже технически, деля его на какие-то короткие абзацы. Чтобы это легко было почитать и просматривать, смысловым образом их объединяя. Не всегда это... Вот я скажу честно, у нас это не всегда получается, потому что мы все-таки расифицируем, мы переводим, как бы, контент. Но когда вы делаете свой текст, как журналист, я понимаю, что это, в общем, довольно просто делать, да. Просто, как бы, логически его делить на небольшие части. Как правило, мы стараемся перемешать, естественно, текст изображениями или видео, чтобы он легче воспринимался. Мы стараемся, чтобы у нас был язык, который мы пишем, внятный, и пунктуация тоже внятная, чтобы это не были предложения в стиле Льва Толстого, чтобы это не было на абзац. Ну, чтобы это можно было просмотреть, прочитать, потому что все-таки большинство читателей наших, они, конечно, просматривают тексты, мы это понимаем. И мы меняем, мы стараемся пробовать разные форматы.